Здравствуйте, друзья! Сегодня я делаю вам пятое занятие по глаголу. Если вы не посмотрели эти четвёртые видео, посмотрите, пожалуйста, потому что так вам будет намного более понятно, о чём я буду говорить сегодня. В одном видео будут два вида спряжений глагола «апле» и «жуле», которые похожи друг на друга, но спрягаются по-разному с точки зрения орфографии. Давайте начнём с истории. В прошлый раз мы с вами говорили, в какой сложной ситуации нам сказали с грамматиста. Им нужно было создать и грамматические, и орфографические правила, смотря на то, что происходит, выработать какую-то систему, потому что до XVI века официального французского языка не было. Все как хотели писать, так и писали. И тоже все говорили достаточно по-разному. И они обращают внимание на то, как говорят более грамотные люди, и пытались на этой базе выработать какие-то правила. Так вот, они увидели, что в глаголах первой группы не всё так гладко, увидели, что там иногда меняются звуки, и выделили сначала из всех вот этих особенных групп одно, в которой «e ferme» превращалось в «e ver». Дальше то, что осталось, начали анализировать. И там уже не стали выделять каких-то отдельных групп, решили просто составить список. Список получился достаточно большим, и поэтому они решили прям взять этот весь список и спрягать одним способом. И опять пришли к варианту голосования. Как писать вот эту открытую «e», которая появлялась там, через «e accent graph» или удваивать дальше согласную. Начали голосовать. Не получилось у них пройти к единому выбору. В общем, все они перессорились и в итоге начали составлять грамматики, в которых оказались совершенно разные списки глаголов. Вот глаголы, которые следующие, вы видите здесь на экране, они будут спрягаться у вас в том моменте, где у вас «e» открытый появляется, будет писаться через «e accent graph». Глаголы тут их немного, но даже среди этих не все очень употребимы. Я выделила те, которые употребляются чаще всего. Это третий за мной. Остальные глаголы, по-моему, мне кажется, не очень употребительным, но вы можете все равно их перевести и посмотреть. И давайте посмотрим, как они спрягаются. Там, где «e» дальше не произносятся в слоге, предыдущее «e» будет читаться как «e», они пишут это через «e» акцент graph. «Je modèle», «tu modèle», «il modèle», «nous моделons», «vous моделе», «il modèle». Не только в «презент» у нас такая ситуация может быть, еще может быть такая ситуация в других временах. А если вдруг у нас, как здесь, окончание после вот этой «l» читается, то будет «e», которую можно произносить, можно не произносить. И, например, в «imparfait» никаких знаков насрочных не появляется, потому что окончание «imparfait» все читается. И получается «je modelé» или «je modelé». Давайте сначала по первому варианту прочтем, потом по второму, и так, и так. Разумеется, когда мы очень быстро говорим, «e» не произносится. Но давайте сначала медленно прочтем. «Je modelé», «tu modelé», «il modelé», «nous modelions», «vous modeliez», «il modelé». Теперь по проще. «Je modelé», «tu modelé», «il modelé», «nous modelions», «vous modeliez», «il modelé». Наоборот, в «futur simple» вот это «e» никогда не произносится, и поэтому здесь появляется звук открытый «e», который пишется через «e» акцентграф, как хотели наши грамматисты, относящиеся к первой группе. И получается «je modelerai», «tu modeleras», «il modelera», «nous modelerons», «vous modelerais», «il modelerons». Давайте после меня, я буду делать небольшие паузы. «Je modelerai», «tu modeleras», «il modeleras», «nous modelerons», «vous modelerais», «il modelerons». Это первая группа. Вторая группа, эти грамматисты были более работоспособными, нашли много глаголов, потому что им хотелось, чтобы в их списке было больше глаголов, чем у первой группы грамматистов. И они нашли много-много-много-много разных глаголов. Так вот, выделила опять те, которые употребительны. «Appeler», «дémuseler», «déniveler», «dépuceler», «ensorceler», «épeler», «étanceler», «ficeler», «interpeller», «javeler», «jumeler», «morceler», «museler», «niveler», «rappeler», «ruisseler», «renouveler». И они решили, что эти глаголы будут спрягаться следующим образом. То есть там, где звук «э» открытый, будет писаться «э» и удвоенное согласное. И это соответствовало правилам орфографическим, которые вот тогда были изобретены. Получается, что глагол «режете» спрягается следующим образом. «Je rejette», «tu rejette», «il rejette», «nous rejetons», здесь окончание читается, значит «ты одна остается». «Vous rejette», «il rejette». «Vimparfait», так как окончание читается, здесь будет одна «ты». «Je rejette», «tu rejette», «il rejette», «nous rejetions», «vous rejette», «il rejette». А в «futur simple», так как вот это «э» точно так же нигде не читается, мы произносим открытый «э» звук, и поэтому тут «double t». «Je rejette», «tu rejette», «il rejette», «nous rejette», «vous rejette», «ils rejette». И сейчас вам нужно будет повторить после меня, я буду делать небольшие паузы. «Je rejette», «tu rejette», «il rejette», «nous rejette», «vous rejette», «ils rejette». И смотрите, что у нас получается. Они составляли свои списки и не сошлись на нескольких глаголах, которые хотели себе присвоить. И поэтому получилось так, что несколько глаголов оказались и в том, и в другом списке. Как я уже говорила, что вообще орфография – это консенсус. То есть, чтобы слово какое-то писалось так, а не иначе, нужно, чтобы кто-то, кто имеет определенные полномочия, решил, чтобы так писалось. И что касается этих глаголов, логики в том, почему глагол «mojette» пишется через «double t», а не через «ö», акцентграф нет никакой. Только потому, что грамматисты когда-то выработали эти правила и этот глагол отнесли ко второму случаю спряжения, только поэтому он пишется так. Невозможно услышать глагол, если никогда вы не видели, как он писался, понять, как он будет писаться. И вот эти глаголы, которые вы видите тут, пишутся и так, и так. Опять же, подчеркнуло только те, которые популярны. Это «arsulé» и глагол «breveté». Посмотрите, то есть мы берем глагол «breveté» и спрягаем его по первому варианту. «Je brevet», «tu brevet», «il brevet», «nous brevetons», «vous breveté», «il brevet». Если вам больше нравится «ö», акцентграф, как нашим грамматистам из первой группы. Если же вам больше нравится «удваевать» и не ставить на строчные знаки, то, пожалуйста, «je brevet», «duble t», «tu brevet», «il brevet», «nous brevetons», «vous breveté» и «brevetta». И вуаля! Надеюсь, что теперь все стало понятно. Теперь ваша задача состоит в том, чтобы выучить глаголы, которые популярны, и потом уже ориентироваться в пространстве, где вам это нужно, где не нужно. Но, в принципе, сейчас вы понимаете логику или ее отсутствие. Уже для вас это не будет каким-то хаотичным таким явлением. Я надеюсь, и вам будет легче. Ура!